Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Начнем с последних данных Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции на Украине. В результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил в Луганской Народной Республике украинским командованием потери на управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны. Противник несет значительные потери на всех направлениях. За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийских бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены 7 пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой Народной Республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Иваново-Даревке, Артемовске Донецкой Народной Республики, батарея реактивных систем залпового огня «ГРАД» в районе Перезарядки, а также Живая Сила и военная техника ВСУ в 16 районах. В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены 4 украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорная Донецкой Народной Республики, а также Живая Сила и военная техника ВСУ в 61 районе. В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой Народной Республики российским истребителям сбит Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Константиновка, Авдеевка ДНР, Корноуховка, Кочубеевка, Иванчуковка, Харьковской области, Шевченково-Запорожской области и Томино-Балка Херсонской области. Также перехвачено 11 снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькая Харьковской области, Авдеевка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту нашей страны Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики. С 19 июня соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина во взаимодействии с подразделениями 2-го корпуса народной милиции Луганской Народной Республики и при поддержке южной группировки войск под командованием генерала армии Суровикина успешно проведена наступательная операция по освобождению территории Луганской Народной Республики. В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле в районе Лисичанска, Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчаяровка. Операция завершена накануне освобождением одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики – Лисичанска. Всего в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории. Общие потери вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные – 2218, санитарные – 3251, 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, 1 вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, 6 зенитно-ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых машин реактивных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей различного назначения. Освобождение Лисичанска стало завершающим этапом по освобождению территории Луганской Народной Республики. После него союзные силы выбили ВСУ из Белогоровки, тем самым выйдя на границы бывшей Луганской области. Стоит отметить, что скорость, с которой наступали российские войска, а также подразделения Народной милиции ЛНР, была такой, что ВСУ не успели нанести городу хоть какой-то значительный ущерб. Инфраструктура, за некоторым исключением, почти не пострадала. На Харьковском направлении продолжается наступление Вооруженных сил России на отдельных участках фронта. ВСУ отступили с левого восточного берега Северского Донца, где ранее удерживали позиции в окрестностях Хотамли. Одновременно ВСУ ушли из окрестностей Веселого и Борщевой. В прошедшие сутки активные боестолкновения шли в окрестностях Питомника. Для поддержки наступающих войск подразделения зенитно-ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Харькове, Циркунах, Петровке, а также поразили позиции противника в граничащих с Россией в селах Волковка и Бачевск в Сумской области. В свою очередь, украинские подразделения для сдерживания наступления Вооруженных сил России нанесли удары по позициям восточнее Уды, в окрестностях Казачьей Лопани и Борщевой. Разведка и целеуказания у противника осуществляется разведывательными беспилотниками, действовавшими в районе русских Тишков и Уды. Наблюдательные пункты ВСУ размещены в Светличном и южнее Борщевой. На Изюнском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Продолжается ведение артиллерийского огня по позициям Вооруженных сил России в районе Руднево и Червоного Шахтера. В окрестностях Норсовки и Гусаровки размещена как минимум одна пусковая установка РСЗО «Химорс». Целеуказание обеспечивает один беспилотник из района между Протопоповки и Норсовки. Подразделения ВСУ удерживают рубеж обороны по линии Уды, Прудянка, Русские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, прикладывая усилия на недопущение прорыва рубежа в районе Питомника. Для этого в близлежащие населенные пункты переброшены дополнительные подразделения мобилизованных резервистов. Поддержку с воздуха осуществляют самолеты тактической авиации. Тем не менее, предпринимаемые меры не помогают удержать линию фронта на заданном командованием ВСУ рубеже. Российские войска все больше продавливают оборону вглубь Харьковской области. В Донбассе союзные силы завершили окончательное освобождение Луганской Народной Республики. Российские подразделения взяли под контроль административные границы ЛНР. Вооруженные силы России двигаются в сторону Северска. Однако для начала полноценного штурма города необходимо взять Григоровку и Серебрянку и окончательно ликвидировать укрепрайоны в Верхнекаменском и Спорном. На Солидарском направлении ВСУ готовится к наступлению российских войск и укрепляют оборонительные рубежи на участке Покровская, Солидар, Белогоровка, Берестовое. Противник сформировал тактическую группу Чарли, в которую входят расчеты беспилотников, батальон 14-й бригады ВСУ и зенитно-ракетное подразделение. В окрестностях Бахмута ЧВК Вагнера взяли Клинова и ведут бои за Покровская. Ночью вооруженные силы России подавили позиции ВСУ в оккупированных противникам городах ДНР. Удары были нанесены по объектам в Северский, Спорном, Славянский, Краматорский, Авдеевке, Маренке, а также на территории Углегорской ТЭС и в Новолуганском. Наступление ВСУ под Угледаром захлебнулось. Украинские формирования, понеся большие потери, отбили два малозначительных села Павловка и Шевченко, которые долгое время находились в серой зоне. На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ предприняли попытку наступления на рубеже Снегиревка-Лозовое-Белая-Креница, а также на Кирово-Пасад-Покровска. Перед этим подразделениями ВСУ проведено разминирование местности на направлении Лозовое-Белая-Креница. В район серой зоны в окрестности Снегиревки направлены не менее трех диверсионно-разведывательных групп. Прикрытие ДРГ осуществлялось несколькими расчетами ПЗРК «Стингер». В резерве, готовыми вступить в бой и оказать поддержку в наступлении находились силы корпуса резерва и 241-й бригады терробороны. За несколько часов до наступления был проведен обстрел Александровки, Широкой Балки, Киселевки, Лозового, Ищенко, Белогорки, Любимовки, Крещеновки, Давыдова-Брода, Высокополя. Российские подразделения, вскрыв замысел украинской стороны, нанесли массированные удары по районам сосредоточения ВСУ в Кирово, Шевченково, Оленовке, Мирном, Новоалександровке, Березнеговатом, Широком. Боестолкновения шли в окрестностях Новогригоровки и на рубеже Лозовое-Белая-Креница. Наблюдение за обстановкой осуществляли два беспилотника «Байрактар» с аэродрома Канатова. За прошедшие сутки подразделения ВСУ снова предприняли попытку наступления. Однако также, как и в случае с атакой на Ивановку, украинские силы пытаются закрепиться в серой зоне и представить это как победу. Такие устремления ВСУ связаны с желанием продемонстрировать успехи на других направлениях из-за потери ЛНР. По этой причине украинские войска ведут наступление ограниченными силами на ничего не значащее с точки зрения стратегии позиции, тратя при этом огромные ресурсы. Это основная причина воинственных заявлений представителей власти Украины о приближении фронта к Херсону, что не соответствует действительности. Однако потери на Донбассе украинское командование будет пытаться возместить важным инфоповодом. Поэтому от ВСУ следует ожидать продолжения наступления на разных участках фронта в поисках наиболее слабых мест. Во вторник инициативу в атмосфере всей Украины перехватит антициклон, благодаря чему на всей территории страны ожидаются простые метеоусловия, а значит можно будет с высокой эффективностью уничтожать цели противника. На освобожденных территориях Донбасса, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей ожидается облачность 5-8 баллов, верхней и средней, отдельная кущевая с нижней границей облачности 1000-1500 метров, вверх 2-3 километра, без осадков, ветер с северной четверти 2-7 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 28-33. Использование российских ударных комплексов с оптико-электронными, лазерными, телевизионными и радиолокационными командами системами наведения при выполнении боевых задач обеспечит заданную высокую вероятность поражения целей противника. Массированное боевое применение штурмовой, бомбардировочной, армейской авиации по наземным целям ВСУ в условиях малооблачной погоды и идеальной видимости эффективно. Применение стратегической авиации России с пусками крылатых ракет воздушного базирования и бомбометанием по целям большой протяженности с применением достигнутой точности воздушной навигации от метеоусловий зависеть не будет. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.